коллеги инвесторы здравствуйте рассказываю про свой опыт инвестирования инвестирую в российские акции в российские компании опыт инвестирования более трех лет сегодня четверг 16 мая 2024 года мы уже по старой доброй традиции пополняет свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок портфель по-прежнему неизменно в нем находится также 10 компаний это компания аэрофлот газпром магнит московская биржа мтс роснефть россети сбербанк северсталь и компания сегежа также моем инвестиционном портфеле была 11 компания яндекс вчера я ее продал и перекинул деньги в btb мои инвестиции пополнил фонд ликвидности также моем портфеле есть фонд ликвидности здесь я храню свободный кэш свободные деньги дабы деньги на брокерском счету у нас просто так не лежали повторюсь перекинул в btb мои инвестиции от брокера росельхозбанка проданные акции яндекса но пока что буду здесь держать для следующих покупок давайте смотреть как у нас меняются показатели компании на недельном графике и будем совершать покупки начинаем с компании аэрофлот аэрофлот нас на неделе подрастает на 10 с половиной процент торгуется по 55 рублей 37 копеек аэрофлот на положительных конечно отчетах улетает куда-то у нас в космос положительный отчет заключается в том что убыток уменьшается выручка растет аэрофлот потихонечку начинает свой взлет в рифму так получилось сказать аэрофлот по портфелю у нас подрастает на сорок три с половиной процента пока что данную бумагу просто держу не покупаю не продаю буду наблюдать что будет в дальнейшем с данной бумагой и возможно буду что-то корректировать компания газпром у нас на неделе с подрастает на почти тут два с половиной процента торгуется по 157 рублей по газу пока что никаких положительных новостей мы не видим убыток зафиксировался 600 миллиардов рублей но будем ждать следующий отчет и будем как говорится смотреть магнита у нас улетел куда-то в космос торгуется по 8329 рублей за одну акцию рост один процент на неделе магнита не успел я добрать по более вкусным привлекательным цена поэтому просто так же продолжаем наблюдать рост почти 88 процентов московская биржа у нас подрастает на 1 процент торгуется по 232 рубля 97 копеек по московской бирже у нас закрылась контрольная сечка по дивидендам так что ждем от московской бирже вкусных мощных дивидендов рост по портфелю в моменте доходил до 100 процентов компания мтс у нас на неделе подрастает на полпроцента пункте планируются вкусные жирные мощные дивиденды дивиденд доходы с один с половиной процентов 35 рублей на одну акцию мтс никогда не славился своим ростом в таком боковике в долгое время уже находится по портфелю рост всего тут четыре с половиной процента но бумага никогда не была такой растущей но всегда платила вкусные жирные мощные дивиденды рост нефти торгуется у нас по пятьсот девяносто пять почти рублей три процента на неделе порос нефти ждем дивидендов обещают точнее были слухи вкусных дивидендов в районе 30 рублей на одну акцию но как говорится посмотрим что будет россити огорчают дивидендами тут и не пахнет снижение минус 3 процента торгуется по 12 копеек россити также продолжаю наблюдать за данной компанией на долгосрок только на долгосрок данная бумага не краткосрочная институция я тут что такого глобального по росту я не вижу сбер сбер хорошо у нас подрос три процента торгуется по 320 рублей также вкусные дивиденды в райе дивиденд доходность у нас один с половиной процентов 33 рубля выплате сбера нам на одну акцию рост 79 с половиной процентов северсталь я очень хорошо у нас подросла почти уже пробили отметку 2000 рублей за одну акцию торгуется по печени 73 рубля также по северстали планируются дивиденды тут в сумме за двадцать третий год плюс за первый квартал набегает более 220 рублей за одну акцию ну северсталь очень радует конечно по дивидендам росту по портфелю тоже очень уже приличный последний нас три с половиной процента и аутцентр моего портфеля компании сегежа продолжает лететь уверенно вниз как говорится 3 рубля 7 70 копеек торгуются за одну акцию сегежа все не может никак переориентироваться но я думаю это затянется очень очень надолго но все таки надежда есть не краткосрочная инвестиция продолжу аккуратно ее добирать бумага все-таки остается очень рискованной так на брокерском счету у нас две тысячи рублей и давайте совершать покупки первая покупка на этой неделе будет всеми любимый старый добрый газпром газпрома как говорится много не бывает продолжаю потихонечку набирать данную бумагу средний высоковато 172 рубля 39 копеек и давайте 10 акции компании газа мы с вами доберем такую здесь делаем красивую цифру 500 акций компании газпрома один лот торгуется по 10 акций выставляем по рыночной штоп заявку нас оперативно проходила комиссия брокера 78 копеек комиссия биржа по правилам биржи нажимаем купить нажимаем подтвердить все заявку нас успешно создана заявка исполнена и компания газпром в количестве 10 акций добавлена в мой инвестиционный портфель теперь у нас в портфеле 500 акций компании газпрома цифра очень конечно красивая круглая но потихонечку будем ее добирать так на брокерском счету у нас 425 рублей и следующая покупка будет компания сегежа да понимаю уже всех достал покупаю каждой неделе одной тоже газпром сегежа газпром сегежа но пока что не вижу смысла добирать другие акции извиняюсь за кашель акции уже улетели куда-то в космос по портфелю но пока что будем собирать то что есть как говорится средне высоковато 5 рублей двадцать пять копеек и 100 акций в портфель мы с вами доберем один лот у нас торгуется пусту акций выставляем по рыночной чтобы заявку нас оперативно проходила итоговая сумма 369 рублей 90 копеек комиссии брокера 18 копеек и нажимаем купить нажимаем подтвердить все заявку успешно создана заявка у нас исполнена и компания сегежа в количестве 10 акций добавленный бой не в 10 100 акций теперь портфель у нас 8200 акций компании сегежа на брокерском счету остается 54 рубля 30 94 копейки и давайте закинем остаток фонд ликвидности пусть деньги тут у нас работают выставляем сумму 54 94 точнее вот так вот набрать надо 54 не дает до 54 доступно это много в фунде ликвидности почему-то не стало отображаться сколько у меня доступно лотов может кто знает с чем это связано напишите пожалуйста не дается давайте я тогда чтобы не затягивать время потом перекину фонд ликвидности подгоню там числа и закинем остаток фонта ликвидности чтобы деньги у нас работали как-то там настройка слетела не знаю чем связано буду смотреть разбираться так что вот такие покупки сделали мы на этой неделе купили с вами 10 акций компании газпрома чуть-чуть усреднились буквально тут на 30 копеек но тем не менее приятно и взяли 100 акций компании сегежа также усреднение в районе 20 копеек тоже очень и очень конечно приятно такие усреднения по дивидендам забыл показать что остаток итоговая сумма 14 тысяч пятьсот четырнадцать рублей шестьдесят три копейки осталось тут от север стали получить и сбера и мтс московская биржа должна накануне ну скоро выплатить будем ждать так что подписывайтесь на канал пишите комментарии какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок очень интересно будет почитать ваши комментарии стараюсь читать все комментарии отвечать на все комментарии ставьте лайк этому видео поддерживайте канал для меня это будет огромной мотивацией выпускать новое видео показывать как я инвестирую как я покупаю российские акции российские компании обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем счастливо всем пока